Всем большой привет! Сегодня четверг, 11 июня, и у нас для вас готов очередной выпуск игровых новостей. Наконец-то это случилось. Состоялась первая внятная игровыставка в этом году, Summer of Gaming, которая не то чтобы обрушила на нас лавину новинок, но кое-что интересное всё же представила. И одной из самых, если не самой интересной игрой лично нам видится экшен Mortal Shell, о котором мы уже слышали и который сейчас смогли подробно рассмотреть. Итак, Mortal Shell – это соулс-образный экшен от третьего лица, где персонажи выглядят, ведут себя и говорят практически точь-в-точь, как в Dark Souls. Атмосфера и боевая механика соответствующие. Но, чтобы разработчиков не упрекали в бездумном клонировании, они добавили особую механику вселения в тела поверженных врагов с приобретением их навыков и прочих особенностей. Судя по показанному, можно сказать, что игра выглядит прекрасно. Не так, чтобы прям отвал башки, но он вполне добротно, не хуже, чем Dark Souls 3. А интерфейс с зелёным индикатором бодрости и прочими узнаваемыми особенностями будет дополнительным фактором, обеспечивающим для поклонников тёмных душ мгновенное погружение. Что до боевой механики, то, на первый взгляд, к ней нет никаких претензий, но как там на самом деле мы узнаем 3 июля, когда Mortal Shell ступит на путь бета-тестов. Релиз обещает состояться в третьем квартале этого года. Не то, чтобы загадочный экшен Werewolf the Apocalypse стал менее загадочным, но кинематографический трейлер на Summer of Gaming его создатели явили. Экшен про оборотня, не согласных с уничтожением леса, в котором они живут, разрабатывается уже много лет. Он базируется на одноимённой настольной игре, которая в свою очередь базируется на вселенной Мира Тьмы, на той же, на которой основан вампир Маскарад. Нам показали застывших во времени роботов, уничтожающих лес, и отвратительных мутантов. Такое впечатление, взятых из Resident Evil. В главной роли группа Волков, забравшаяся на завод, где этот самый лес перерабатывает. Причём завод этот не простой, а явно заражённый чем-то нехорошим, на что намекает красный грибок на стенах в стиле Войны Миров с Томом Крузом. То, что Волков несколько может свидетельствовать о кооперативной составляющей будущей игры. Это было бы логично, ведь за основу взята настольная игра для нескольких человек. Но, чтобы не строить догадки, нужно просто дождаться 7 июля, когда разработчики, к слову, из Франции покажут наконец-то полноценный геймплей. Среди показа уже известных игр на Summer of Gaming отдельным образом нужно отметить новинку под названием Metal Hell Singer, являющуюся ритм-шутером от первого лица, как и положено, с очень тяжёлой музыкой а-ля Death Metal. Несмотря на кажущуюся весёлость, показ данной игры на самом деле имеет печальный оттенок. Дело в том, что его разрабатывает студия Outsiders, та самая, которая делала интригующий выживастик Project White, позже переименованный в Darkborn про хатонических существ, выживающих в мире людей, и который закрыли ради, как нам объяснили, некоего многообещающего проекта, коим оказался нишевой и явно бюджетный Metal Hell Singer, который явно сделали на оставшиеся небольшие деньги. Но, тем не менее, игра может быть всё-таки неплохой. Нам показали геймплей то ли за деву Анатолий Задимонессу, путешествующую к глубинам ада, и уничтожающую врагов под ритм тяжёлой музыки. Чем точнее действия игрока попадают в ритм, тем эффективнее получается. В итоге нам явили некую смесь Crypt of the NecroDancer и Doom, которая выйдет на ПК и больших консолях в следующем году. Что-то странное случилось с Desperados 3, которую взломали за неделю до релиза, выложив игру на пиратские ресурсы. Как пишут на Reddit, автором взлома оказался некий Just Seb, возможно наш соотечественник. Данный гражданин смог получить полную Desperados 3 в версии 1.1.18, взломав официальную демоверсию из Steam. В итоге случился мощный такой удар по финансовым надеждам разработчиков из Mimimi Games, которые лелеяли Desperados 3 несколько лет, переносили на много месяцев, и в итоге получили такой вот удар в спину. Осталось разобраться, кто именно оставил уязвимость – инженеры Steam или сами разработчики. В любом случае, подобная проблема ещё всплывёт неоднократно, поскольку история уже знавала примеры дорелизного взлома через Denko of Steam. Впрочем, если на чистоту, то предыдущая игра данной студии, Shadow Tactics, была взломана в первый же день релиза, что не помешало ей окупиться сторицей, разогнав тираж одной только ПК-версии до миллиона с лишним, и заработать в Steam потрясающе 95% положительных отзывов. Некоторые возмущаются, когда мы заочно оцениваем ту или иную игру, настаивая на том, что этого делать нельзя до тех пор, пока она не выйдет. Однако они без гордости сообщают, что лично я после первой геймплея на демонстрации сразу же понял, что Dizintegration будет скучным проектом не высокого пошиба. Так и оказалось. Игра получает оценки от мировой прессы, судя по которым можно сказать, что перед нами, если не полный отстой, то унылый проходняк. На данный момент Dizintegration на Metacritic имеет печальные 60 баллов. Максимальная оценка 89, минимальная 40. Игру похвалили за симпатичных персонажей, хорошую озвучку, интересный мир, бодрый мультиплеер, весёлую стрельбу и за необычный гибрид шутера и стратегий. Критики оказалось значительно больше, и она была более детальна. Dizintegration досталась за блеклую и однообразную кампанию, разочаровывающий дизайн уровней, хаотичные сетевые сражения, медлительность, поверхностную тактику, утомительное достижение целей и за такую штуку, как слишком безопасный геймплей, когда, чтобы погибнуть, нужно постараться. Выход Dizintegration состоится 16 июня. Цена в 2200 рублей в Steam говорит нам о том, что игра вряд ли станет хитом продаж. В преддверии мощных игро-ярмарок от Sony сотоварищей, граждане продолжают шерстить всевозможные сервисы, площадки и магазины в поиске намёков на новинки. И в этом им поспособствовал Amazon, где оптом вывалили сразу несколько намёков на новые релизы. На полках британского отделения Amazon внезапно появились загадочные игры от Bethesda и от Rockstar. Никаких картинок или дат выхода, но цены обращают на себя внимание. Это 70 фунтов, что существенно больше традиционной цены 40-60 фунтов. Какая-то вариация на тему Fallout 76 и ремейк первой Red Dead Redemption. Там же появились игры от Konami, Take-Two и Koch Media. Что до первой, то, возможно, речь идёт о новой Pro Evolution Soccer. Take-Two, видимо, готовит какую-то спортивную игру, может быть, новую часть своего баскетбольного симулятора. Ну, а Koch Media – это сложно. У данной корпорации во владении имеются десятки студий. И там на самом деле может быть что угодно, но, в первую очередь, конечно, это должны быть игры от Deep Silver и THQ Nordic. При этом все подготовленные площадки под будущие проекты представлены в одной единственной платформе PlayStation 5. Британское отделение Amazon неудержимо. Вслед за публикацией заполнителей целой серии видеоигр от ведущих игровых компаний мира там выстрелили самой PlayStation 5. В магазине появился лот-заполнитель, который, правда, очень быстро убрали. Убрали, но граждане успели сохранить скриншоты. Нам не показали изображение консоли, но назвали цену – 600 фунтов, 770 долларов или же 52 тысячи рублей. При этом нужно понимать, что это цена для Великобритании, и пока приставка доедет до нас, она подорожает тысяч на 10. Но и без учёта налогов, таможенной пошлины и комиссионных для магазинов, ценник и так получается весомым. Если он окажется реальным, то особого ажиотажа на старте продаж, во всяком случае, в России ждать не стоит. Исходя из этого, становится понятно заявление отделения PlayStation в Индии, где предложили сосредоточиться на продажах PlayStation 4. Правда, есть нюанс. Вышеуказанный ценник относится сразу к двум версиям, с накопителем на 1 ТБ и на 2, хотя понятно, что вторая версия будет ощутимо дороже. Впрочем, как пишут в социальных сетях, в 2013 году PS4 подобным образом предлагали купить за 1000 долларов. Так что, какой на самом деле будет цена, ещё писем по воде Виллана. В Naughty Dog с гордостью сообщили о том, что второй Last of Us – рекордная по продолжительности прохождение игровых историй. Ничего более длинного и продолговатого они ранее не делали. В среднем, перечень продолжительности прохождения игр данной студии получился таким. Uncharted – 8,5 часов. Uncharted 2 – 10. 10,5. Uncharted 3 – 9 часов. Uncharted 4 – 15 часов. The Last of Us – 15,5 часов. И, наконец, The Last of Us 2 – 25-30 часов. Поскольку игра получила что-то типа ограниченной открытости, уйдя от абсолютной коридорности Uncharted, поправка составила серьёзные 5 часов. Максимальное единение с игрой, нужно полагать, ждёт тех, кто решит обнюхать каждый угол в каждом закоулке и выполнить все возможные побочные задания. В целом, конечно, неплохо, но на самом деле показатель совсем неудивительный. 30 часов – это время, необходимое на прохождение одной только крови и вина, последнего дополнения к третьему Ведьмаку. И, если сравнивать приключения Элли, то сравнение более уместно с последней частью God of War, чей сюжет уместился в 30-35 часов. Ну, а теперь Blitz новости. На Summer of Gaming нам показали The Waylanders – ролевой экшен, чьи создатели настаивают на том, что делают игру, вдохновлённую Dragon Age. Показанное выглядит симпатично, хотя и несколько мультяшно. Испытать всё это на себе можно будет уже 16-го июня, когда RPG появится в раннем доступе Steam. Финальный же релиз обещает состояться или в конце этого года, или в начале следующего. Создатели гоночного экшена Project Cars явили публике новый рекламный, безгеймплейный трейлер данной игры, раскрыл по ходу некоторые её подробности. В частности, стало известно, что в режиме карьеры откроется доступ к собственному гаражу, где можно будет настраивать и улучшать автомобили. Самих гонщиков также можно будет создать с нуля, постепенно улучшая. Ну, а напоследок было сказано о такой штуке как опыт первого игрока. Project Cars 3 получит некие переработанные элементы управления, видимо, делающие игровой процесс более аркадным и облегчённым. Релиз всего этого намечен на лето. Ну, и создатели Wasteland 3 показали на Summer of Gaming новый трейлер своей ролевой стратегии, который оказался комедийным. Статуя Рональда Рейгана, стреляющая лазерами из глаз, разодетую в клоунские наряды NPC и игровые персонажи. Туповатый юмор диалогов – всё это больше напоминает не старый добрый Fallout, а Far Cry New Dawn. Нам решили показать, что постапокалиптическая пустошь – это смешно. Может быть, у нас недостаток в весёлых играх с цирковым геймплеем? К тому же, по опыту знаю, что как только создатели какой-то неплохой игры начинают показывать, как у них всё смешно и весело, на выходе получается плохо. Короче, мне, ждущему эту игру давно и упорно, не понравилось. Если вам тоже, то давайте надеяться, что сама игра окажется более серьёзной. Это были все самые актуальные, интересные и не очень игровые новости на текущий момент. Всем спасибо за внимание и до новых встреч.